Ну вот такой женский монолог. Милые девочки, замуж хотят. Знали б, как скучно-то, Господи. В 6.15 с работы придёт один маршрут, шлёпанцы, диван, телевизор. В воскресенье в кино пойдёшь, только расстроишься. Вот где жизнь, а любовь какая. Тут обыкновенное чудо смотрели. Я говорю, ты мог бы к любимой, как Абдулов, через окно, через стекло, бабах и прыгнул. Даже не надо через окно, у нас седьмой этаж. А просто прыгнуть в спальню. Нет, говорит, в нашей малогабаритной квартире не прыгнешь. Это надо от лифта разбегаться. Девки дуры, ты такая счастливая, он тебя любит, получку приносит. Ну приносит, сегодня опять принесёт. И бу-бу-бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу. Надо экономить, надо экономить. Скучно. А я представляю в кино, где-нибудь во Франции. Целый месяц за ним следят. Сняли номер в отеле напротив его фирмы. Точно знают, пятого и двадцатого в шесть ноль ноль он выходит с получкой. Сегодня двадцатая, последний шанс. Завтра его пошут на картошку на Элисейские поля. И вот двое в масках сидят в Ситроене. Я себе тут дома, ничего не знаю. Готовлю, как обычно, какие-нибудь там устрицы по-флотски. А в это время двое в масках подходят к нему. Раз! Ситроен мчится в удалённый особняк. О, звонок. Явился, не запылился. Похитит его как же. Да он и на лице написано высшее образование. Его в особняк везти бензин не оправдаешь. О, стоит. Деньги в руке. Это шпион. Он хочет меня купить. Он думает, я продам секрет наших телевизоров, почему они взрываются. Вот он крадётся к телевизору, а в это время на экране тётя Валя рассказывает, как после долгой разлуки встретились, наконец, Хрюша и Степаша. Слёзы умиления текут по его лицу. Он всё понял, идёт сдаваться. Нет, он не шпион. Совсем наоборот. В эту западную страну Штирлиц был переброшен внезапно, не успев даже выучить язык. И прихидывался глухонемым. Но центр не забывал его. Вот и сегодня ему устроили свидание с женой. Вот мы друг против друга. В салях конспирации он повернулся лицом к телевизору, ко мне спиной. Он не разговаривает со мной, не имеет права, но я и так чувствую каждое его слово. Надо экономить. Нет, он не Штирлиц. Он физик. Физик. Только что его друг получил страшную дозу облучения, и он отдал ему свой спиной мозг, а в нагрузку ещё и головной. Но всё это я узнаю потом. Скромный, мужественный человек, он не стал кричать о своём поступке. Молча вошёл, надел шлёпанцы, в руках деньги, почему-то 83 рубля, когда получка 80. Мне и в голову тогда не пришло, что трёшка за мозг. Нет, он не физик. Ах, как трудно быть женой комиссара полиции здесь, на Сицилии. Мафия. Она хочет завести с ним счёты. У неё везде свои люди. В подъезде нет света, лифт не работает, это их дела. О, святой Антонио, какие они наглые, действуют открыто. Сегодня прикололи внизу записку, до 15-го не будет холодной воды. Они хотят нас сварить в кипятке. Ничего не боятся, записка с подписью. Джек. Но им не удастся нас уморить. Включи телевизор, посмотри какое-нибудь шоу, я приготовлю спагетти. И вот я иду на кухню, стряпаю, спрашиваю оттуда, какое шоу ты смотришь, милый? Сельский час, отвечает он. Интересно? Не звука. Заподозрив неладный, я бросаюсь в комнату к моему комиссару, он лежит на диване лицом вниз. Я щупаю пульс, проклятые мафиози. Это они пробрались в сельский час и усыпили его. Но слава богу, жив. Жив. И завтра опять придет 6.15. И бу-бу-бу-бу-бу-бу. Господи, какое счастье. АПЛОДИСМЕНТЫ